С помощью ингалятора четырехлетней азалии удается хоть как-то облегчить дыхание. Но вот раствора, необходимого для процедур, нет. Маме азалии гульнасуразовой приходится заменять его совсем другим препаратом, который бессилен при этом заболевании. В возрасте четырех месяцев девочке поставили диагноз муковисцидоз. Это очень редкое заболевание, возникающее вследствие мутации на генном уровне. У ребенка поражены сразу два органа – легкий и кишечник. Нарушена работа легких и процесс переваривания пищи. На сегодняшний день азалии – единственный человек в области с этим заболеванием. Постоянно кашель, рвота с четырех месяцев, день, двадцать раз прям в туалет ходит. То есть пищу не принимают? Да, постоянно у нас после еды крион принимаем, без криона нельзя совсем. Болезнь эта неизлечима, но остановить ее прогрессирование и поддержать организм в тонусе можно. С помощью дорогостоящих препаратов. Девочке необходим крион, без которого невозможен прием пищи, и табромицин – раствор для поддержки работы легких. Первый препарат относительно доступен, а упаковка табромицина стоит 1 миллион 300 тысяч тенге. Хватает его лишь на 30 дней. Принимать лекарства следует через месяц. Получается, что в год необходимо шесть упаковок. А навга этому препарату сегодня нет. Раньше дорогостоящие лекарства приобретал местный обувздрав. Но уже больше года препарат не выдают. Мама Азалии рассказывает, что с этой проблемой уже обращалась к Акиму и руководителю управления здравоохранения Западно-Казахстанской области. Они обещали до декабря найти. Но вообще декабрь прошел уже. В обувздраве заявили, что приобрести табромицин вовремя не удалось из-за непростой системы госзакупок. Препарат производят только за рубежом. Поэтому заказывать его приходится через поставщиков. В прошлом году мы несколько раз объявляли конкурс. Поставщики не вышли. В связи с отсутствием препарата на территории Республики Казахстан. На сегодняшний день в связи с отсутствием препарата ТОБИ на территории Республики Казахстан. Мы написали в министерство письмо для разового ввоза. Сейчас проводятся работы по ввозу препарата. Ожидается поставка до конца марта месяца. Также и назначен второй препарат. В прошлом году решение масляхата. В конце года мы его включили. Калистин. Этот препарат тоже на сегодняшний день процедура ввоза. Планируется поставить до конца апреля месяца. В обувздраве заявили, что закупят все необходимые препараты. В том числе завезут 6 упаковок табромицина. Этого маленькой азалии хватит на год. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.